Творческое сотрудничество члена Союза художников России Надежды Севериной и художественной галереи началось в 2010 году. Тогда, представив свою выставку саровчанам, женщина впечатлилась нашим городом. В 2012 году Надежда получила приглашение на пленэр. Удивительно попасть в Саров, то есть в тот самый Саров, да еще закрытый Саров, и съездить к камню Серафима Саровского, и к этой избушке, подписать маслиху. А потом, когда нас вывезли уже в Дивееве, то это было, конечно, очень большое событие. И, конечно, была очень хорошая группа, то есть художники были замечательные. По словам Надежды Борисовны, увидеть и запечатлеть знаковые православные места, архитектуру и атомную историю – большое удовольствие. Поэтому последующие приглашения на пленэры художник принимала без сомнений. Сотрудникам художественной галереи и, в частности, Ольге Ватулиной удалось создать уникальную творческую площадку для профессиональных художников. У вас много художников. Это просто не каждый город похвалится тем, что таким хотя бы даже количеством, педагогов, студентов, которые занимаются, школьников, которые занимаются искусством. В городе, на мой взгляд, очень хорошо относятся к искусству. И встречаясь здесь, безусловно, мы уже многие знаем друг друга, потому что даже не по Сарову, потому что, участвуя в других пленэрах, мы знакомимся, мы знаем, мы встречаемся уже как старые друзья, как родня. И, в общем, когда ты приезжаешь и видишь, о-о-о, свои люди. Поэтому, да, это очень здорово. Тема первого дня пленэра – крупный план, храмовая архитектура Саровского монастыря. Художники из Москвы, Нижнего Новгорода и нашего города изображали на своих полотнах площадь с белоснежными храмами, с золотом куполов, интересными орнаментами. Следующие дни посвятят панорамному виду монастыря и исторической части Сарова. Сталинский ампир, улицы, дворы, скверы, парки. И нельзя представить пленэр без ландшафтного, природного пейзажа. В четвертый день мы выезжаем за пределы города на озеро Протяжное. И там проводим целый пленэрный день для того, чтобы написать вот эту красоту озерной глади. В пятницу все отправляемся в Дивеево. У нас два выездных дня в этом пленэре – Дивеево и Санаксар. Художники также станут непосредственными участниками Дня города. В парке Зернова они будут писать жанровые сценки и изображать праздничные гуляния. В следующий понедельник участники пленэра выберут себе тематику и место по душе. 26-го в 6 часов вечера мы с нашими гостями пишем портрет и творчески встречаемся с художниками. Это тот момент, когда к ним можно будет подойти, задать вопросы, потому что не все из них будут портрет писать, но все из них будут в галерее в этот вечер. Мы поговорим о выставке. Как раз двое участников выставки в моем саду, которые сейчас представлены на художественной галерее, они участники пленэра, можно с ними будет встретиться. И еще один творческий именно вечер будет в понедельник, 1 июля в художественной галерее в 6 часов мы пишем на Тюрморт. За 10 дней пленэра художники охватят все жанры изобразительного искусства, продемонстрируют различные стили и подходы в живописи. 2 июля в 11.00 в художественной галерее подведут итоги. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.